В Москве подводят итоги международной выставки «Электрические сети». В 17-й раз в одном из павильонов ВДНХ собрались представители ведущих предприятий отрасли, в том числе из Чувашии. Производители электротехники сейчас начинают работать по новым правилам, опираясь на собственные ресурсы и ориентируясь на внутренний рынок. Как это может отразиться на развитии отрасли, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Несмотря на негативные прогнозы и потерю зарубежных заказов, производители электротехники в будущее осмотрят с оптимизмом. Через 4 года, отмечают эксперты, доля импортных поставок в нашу страну должна сократиться в разы. Спрос на отечественные разработки повысится. Уже очевидно, что предприятиям необходимо нарастить объемы производства электронных устройств. На выставке в Москве по традиции презентуют инновации. Если мы говорим об импортозамещении, это не значит, что мы отгораживаемся от Запада или от Воспитока. Мы тянем к себе партнеров, стараемся перенять лучшее, что есть у них, и технологии. Каждый год на международную выставку съезжаются более 400 компаний из разных регионов и стран. Чувашские производители не теряются на их фоне. В этот раз в Москву приехали представители 20 крупных заводов региона. Все они представляют единый инновационный кластер. Сегодня доля оборудования республиканских предприятий на рынке релейной защиты и автоматики превышает 40%. Сегодня мы уже строим центр сертификации товаров, которые производят наши производители. Все новые идеи, новые проекты, они в работе. Я еще раз убедился, что наши производители Чувашской республики в производстве электротехнической промышленности, микропроцессорных изделий, релейной защиты достойно представлены не только на рынке Российской Федерации, достойно представлены на рынке мира. Крупными заказами предприятия отрасли обеспечены на годы вперед. Стране прокладывают газопровод от Якутии до Владивостока. В этом масштабном проекте принимают участие и чувашские производители. Из республики в Восточную Сибирь поставляют трансформаторы, которые выдерживают даже экстремально низкие температуры. Это высокая степень пожарной безопасности. Это экологическая чистота. Вот мы получили одобрение морского регистра и теперь уже поставляем трансформаторы для нужд судов. Подобные государственные заказы стимулируют производителей. Но чтобы попасть на местные рынки, некоторым заводам приходится преодолевать барьеры. К примеру, устройства для хранения данных, которые создали в Валатаре, еще год назад рекомендовали приобрести управляющим компаниям Чебоксара. Но городские власти не проявили интереса к данному проекту. На одну из планеров по понедельник пригласить надо те предприятия и организации, которые на сегодняшний день, имея право качественные продукции поставлять, органы власти создают какие-то препятствия. А в ближайшие годы на смену типовым подстанциям придут цифровые. Первые образцы уже создали в Чебоксарах. Оборудование удачно прошло. Все тесты. Мы готовы внедрять. Будет первый хороший проект. Готовы показать и внедрить, и наладить. Должен заказчик быть готов к цифровой подстанции. Он сам еще не совсем готов. Но спрос на подобные разработки повысится, отмечают эксперты. В отрасли электротехники наметились глобальные перемены. Конкуренцию выдержат только те, кто выпускает надежные устройства и делают ставку на инновации. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Из Москвы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова